МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди воспитанников детских садов и школьников нашего района остается напряженной. Сегодня болеют более тысячи детей. На карантин закрыты 56 классов. Подробнее о том, как проходит обучение в образовательных учреждениях Янаульского района, рассказала начальник управления образования Эльвира Шаихова. В настоящее время, на сегодняшний день, гимназия полностью ушла на карантин. Дети обучаются дистанционно, потому что количество детей, болеющих ОРВИ, превысило 20-процентный порог. На вчерашний день количество заболевших детей составляло 26% по гимназии. Аналогичная ситуация складывается и в средней школе номер 4. Сегодня мы провели мониторинг по заболеваемости детей в этой школе. В итоге 25 с лишним процентов детей, болеющих ОРВИ в этой школе. Поэтому с завтрашнего дня она тоже будет на карантине. Дети будут обучаться дистанционно. В целом по району 56 классов закрыто на карантин по школам. 26% детей на карантине, болеющих ОРВИ. По детским садам картина получше. В настоящее время нет групп в детских садах, закрытых на карантин. По сельским школам тоже ситуация не такая напряженная, как в городских школах. Всего три класса закрытых на карантин. Мониторинг заболеваемости ОРВИ мы проводим каждый день. И в школах, и в детских садах. Обучающимся в школах расслабляться нельзя. Конец четверти, второй учебной четверти. Это оценки, это окончание реализации каких-то программ. Поэтому детям обучаться дистанционно, те, которые здоровы, обязательно нужно. И с хорошими отметками закончить данную учебную четверть. Ну и, конечно же, по возможности не посещать массовые мероприятия детям, находиться дома. Новогодние мероприятия у нас в школах и в садах организованы таким образом, что посещает мероприятие только один класс. Это связано и с тем, чтобы не распространялись заболевания и ОРВИ, и ковид. Зимний спортивный сезон открылся лыжной эстафетой в минувшие выходные. На поле Сабантуя собрались 28 команд производственных коллективов и школ города. Репортаж соревнования далее в нашем эфире. И уносит меня, и уносит меня в зенящую снежную даль. При белых конях, эх, при белых конях, декабы я два и певра. Традиционно соревнования начались с приветственных слов. К участникам обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. В дальнейший зимний период снежная красивая зима позволит нам любоваться красотами нашей природы на лыжной трассе. Сезон пройдет активно, красиво и с победой нам нужно победить самих себя. Стартовали три возрастные группы. Школьники среднего и старшего звена, коллективы организации и предприятий. В составе команды двое мужчин и одна женщина. Школьники стартовали по два мальчика и две девочки. Дистанция – один километр. На территории районного Сабантуя традиционно, уже более 50 лет он у нас в районе, проводится эстафетная лыжная гонка. Сегодняшний старт открывает наш, как я сказал, зимний спортивный сезон, в которых будут проведены различные соревнования и турниры, как по зимним видам спорта, так и по игровым видам спорта. У нас с каждым годом население нашего района более ближе становится к занятиям физической культуры, к ведениям здорового образа жизни. Как вы видите, и на улицах у нас скандинавов все больше и больше становится. Также и на лыжных трассах у нас увеличивается количество занимающихся людей. И, пользуясь случаем, хочу пригласить на следующий старт, который состоится у нас на следующей неделе, 25 декабря, на лыжной трассе в районе оздоровительного лагеря «Орленок». Там у нас будут дистанции 2, 3, 5 и 10 километров. Лыжные гонки у нас на призы мастера спорта СССР Илюса Давлетбаева. Гонка получилась скоростной и динамичной. Каждому участнику необходимо было проехать один круг вокруг поля и передать эстафету товарищу по команде. Явных лидеров соревнований выделить было непросто. Все спортсмены до конца боролись за пальму первенства. Лыжная трасса хорошая, чуть-чуть снега мало и в некоторых местах наблюдается лед. Отталкивается чуть-чуть трудновато, а так понравилась трасса. Твой результат вообще не ожидал, что так пробежусь. Первый раз в этом сезоне стал на лыжи. Понравилось. Я так особо не занимаюсь, а увлекаюсь. Это вот Валерий Медзеприч у нас, преподаватель физкультуры был в школе. Вот он начал тренировать, с этого момента начал, полюбил лыжи. На соревнованиях стараемся не пропускать ни одна соревнования, везде участвуем. Как всегда, на высоком уровне, замечательно. Очень понравилось. Очень нравятся такого рода мероприятия спортивные, особенно лыжные. Стараемся их не пропускать. Иногда в свободное время я могу выйти вечером покататься на лыжах. А так, конечно, любительски чисто. Команда управления образования, да, из трех человек. Правда, у нас нет мужчин, поэтому одни женщины. Эстафетная гонка непредсказуема. Здесь важны не только физические возможности лыжников, но и сильный командный дух. От того, в каком порядке участники бегут эстафету, зависит очень многое. У кого-то больше сил, у кого-то опыта. Поэтому победа в эстафете – это не только скорость и сила, но и тактика. Я думаю, сегодняшний день позволяет получить удовольствие на лыжне. Сегодня температура самая оптимальная для лыжных гонок. И не холодная, и не оттепель еще. Надеюсь, что сегодня заряд бодрости получат все. Сделали открытие лыжного сезона, то есть спортивного зимнего сезона. И, надеюсь, мы его активно проведем. Как я уже вначале говорил о соревновании, самое главное, я сегодня победил сам себя. Встал на лыжи и прошел километр. Как всегда, думал, не буду торопиться, но лыжня делает свое. Дух соревновательности там он появляется, и уже расслабляться не хочется. Хочется идти в полную свою возможность по мере своих сил. Завершились гонки под ведением итогов. Соревнования были открытыми, и принять в них участие могли не только и на улице. Этим и воспользовались наши соседи из Пермского края, занявшие первое место. Серебро у команды предприятия «Арентранспорт» третьими стали лыжники центральной районной больницы. Среди школ средней группы первое место заняли. Ученики Сусады и Балакской школы в старшей группе поведели гимназисты. Эльмира Хузиева, Алмаз Агбиров, служба новостей на узкого телевидения. До Нового года осталось чуть больше одной недели. Многие жители украсили свои дворы и дома яркими огоньками гирлянд. Нарезили новогодние ели. Работа на площади у главной лесной красавицы Янаульского района подходит к логическому завершению. С легкой руки мастеров здесь появился волшебный ледовый городок. Его украшением стали многочисленные сказочные персонажи. Детвора с удовольствием катаются на горках. Своими впечатлениями о новогоднем убранстве города поделились жители Янаула. Как всегда у нас Янауле традиционно все красочно и красиво получилось. И в этом году, да, в этом году даже еще лучше. Вот с внуком приходим каждый днем и вечером, катаемся. Все нравится. И так горка нравится, все нравится. Ну, не без проблем, конечно, бывает и взрослые там бывают, но не без этого, дети и дети. Очень красочные эти фигуры ледяные сделали, красиво. Вот кто там приезжает в гости, они всем нравятся, вот эта наша композиция наша. Ну, здорово. Янауле всем желаю хорошо отпраздновать Новый год, и чтобы в будущем году было намного меньше проблем, чем было в этом году. Все хорошо, красиво сделано, нравится все. В следующий год тоже ничего было, но в этом году лучше, мне кажется, красивше. Город-то растет, и это елка хорошая, чем в старом месте, здесь намного лучше еще. Петя, и скульптуры хорошие, вот, фигуры хорошо сделаны. Ну, что-то приятно выходить, смотреть. Правда, мы не ходим по вечерам, но так-то можно. Ну, зато днем. Ну, днем вот за это и ходим мы, и дети ходят, вот, играют. Фигуры всем нравятся, хорошие все фигуры сделаны, красивые вообще. В этом году, мне кажется, очень шикарно все сделали, детям очень нравится. Вот мы с внуком постоянно туда приезжаем, по два раза в день. Ну, что скажешь, Янауле процветает, все очень шикарно, хорошо. Всех Янаулецов с Новым годом поздравляю. Здоровье самое главное, берегите себя, как говорят. Ну, вот на елочную площадь постоянно ходим, здесь, в парке, ну, все хорошо. Соревнования по настольному теннису в зачет спортивных игр Янаульского района прошли физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в минувшие выходные. Такие состязания проходят традиционно в конце декабря. Любители игры в настольный теннис состязались в ловкости отбивать мяч и лихо закручивать подачи. В соревнованиях приняли участие 10 команд. Игра проходила по круговой системе. Несмотря на дух борьбы между участниками, в зале царила дружеская атмосфера. Спортивные игры района предполагают цикл соревнований по 17 видам спорта. В течение года мы проводим все эти соревнования среди работников предприятий, учреждений района. Все организации у нас очень активно принимают участие, особенно настольный теннис. Он очень популярен в нашем районе и в городе, поэтому все активно принимают участие. С целью выявления сильнейших команд, в принципе, и созданы эти соревнования внутри, как говорится, организации предприятий и учреждений. Затем сильнейшие игроки едут на республиканские соревнования, сельские спортивные игры Республики Башкортостан, чтобы защищать наш район. Настольный теннис – спортивная, подвижная, увлекательная игра. Она не так проста, как может казаться. Требует хорошей реакции, координации, остроты ума, умения быстро принимать решения и некоторые доли хитрости, чтобы успешно обыграть соперника. Эльвира Фархудинова настольным теннисом занимается с третьего класса. Защитила звание кандидата в мастера спорта, с тех пор не расстается с ракеткой. Наверное, здесь я точно хожу и играю, здесь, в ЮНИСФОК. Прихожу заниматься, играть для себя. Во вторник я прошу, как говорится, приходить, заниматься, играть. Это спорт, это сила, как говорится, это здоровье самое главное. Я прихожу для себя, как любительница, не как спортсмен. Я бывший спортсмен, но я люблю просто для себя, как любитель. В данный момент тоже отдала свою дочку. Дочке 7 лет, и она приходит тоже заниматься повторно. Нет, получается, понедельник, среда и пятница. Вот тоже занимается. Я жду, когда она начнет уметь играть, и потом, чтобы она со мной играла уже вместе. Ну, это все зависит от человека, почет ли он или нет. Можно любого человека научить, как говорится. Даже животным можно научить в любом виду спорта, как говорится. А человек, это все от него зависит. В любой момент, и в 80 лет, может, вот в данный момент к нам тоже приходит дядя Володя, который ему 80 лет, но он так играет, как будто всю жизнь играл. А хотя он не занимался этим видом спорта, тоже для себя ходит и занимается. Прежде чем встать за стол, нужно сделать разминку, позаниматься, а потом уже встать. Ну, нужно почувствовать шарик. Самое главное, ракетку берешь, шарик, и начинаешь делать простые движения. Это просто надо отработать удары шарика, почувствовать. Самое главное. А потом уже стоешь за стол и уже начинаешь потихоньку перекидывать шар, чтобы правильно подать подачу. И, как говорится, самое главное, движение справа-лева – это накаты. И потом уже потихоньку начинает человек заниматься и играть, проявлять свою интересность к теннису. Кто не любил теннис, он, хочу сказать, когда видит человека, который умеет играть, он заинтересован становится и хочет тоже так же заниматься. В упорной борьбе победила команда Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений. На второй позиции РН «Транспорт» бронза досталась педагогам лицея. В личном первенстве определились призеры. Они были награждены памятными грамотами. 22 декабря ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег. Ветер западный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью у нас 10, минус 12, днем минус 7, минус 9 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный – 5-10 метров в секунду, местами порывы – до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем – от минус 5 до минус 10 градусов. Дорогой, а ты ждешь новогоднее чудо? Не жду, а уже дождался. В находке весь декабрь конфеты «Золушка» – 229, чай «Чемпион» – 79, кофе «Мокка» – 139 рублей. Находка «Приятно платить меньше». Срок акции по 31 декабря 2021 года. Подробности у продавцов. Как отметим на Расслабоне? На Чиле? На распродаже. В Ювелир-центре скидки до 50%. Ювелир-центр. Распродажа на Расслабоне. Если этот праздник ждал ты очень, Есть один совет простой. Покупай в Формленде все, что хочешь. Получай подарок свой. В аптеках Формленд вас ждут подарки за покупки. Формленд что надо? Я снежиночку поймаю и в ладошках подержу. Я о том, о чем давно мечтаю, и тихонько ей скажу. А потом с ладошки сдую. Пусть к друзьям своим летит. И о том, о чем давно мечтаю, пусть исполнит по пути. А мечта моя простая, все ее свершения ждут. Я здоровью всем желаю наступающем году. Когда зажигаются елки во всех городах на земле, То хочется четко и громко сказать, что поверили мне. Важно в мире бурно и вьюжно. Мир, дружба, любовь, доброта. И все, что нам нужно для счастья, мы жизнь имеем сполна. В час новогодний веселый желаю всем людям земли, Чтоб мир на планете зеленый сберечь мы все вместе смогли. Сокруженцы, коровод, и все песни звонка. Это значит Новый год, это значит елка. Ваш ребенок уже подготовил песню или стихотворение для Деда Мороза? Елочка поздравлений – акция, которая поможет вашему ребенку попасть в эфир Янаульского телевидения. Ждем вас по адресу город Янауль, улица Советская, 21. Поздравление вашего ребенка будет звучать в эфире с 15 декабря по 10 января. Также в наших соцсетях – Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте. Звоните 504-02. Субтитры создавал DimaTorzok 14 регионов Приволжского федерального округа в одной мелодии, которую написала сама природа. Смотрите и слушайте с 27 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Новый год – это всегда праздник. Но есть и обратная сторона Нового года. Будьте бдительны. Пусть Новый год останется праздником. Живей, я кому сказала? Итак, из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну, купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была. А что, новый телефон? Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Каждый день после работы мы выходим на улицу и видим радостные, беззаботные лица. Мы видим вас, которые перестают носить маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которой наши коллеги продолжают бороться и днем, и ночью. Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники. И без вашей помощи нам не справиться. У нас с вами есть реальная возможность спасти жизни близких людей. Наши ученые дали нам такой шанс. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации. Стоит ли делать прививку? Да. 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 Конечно, да. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Спасибо. Продолжение следует...